За три недели ноября жители Татарстана должны заплатить 8 миллиардов 100 миллионов рублей налоговых выплат. О том, какие налоги необходимо погасить и не только, смотрите далее. 9 ноября на брифинге в Доме правительства Республики Татарстан глава управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Софиулин сообщил, что жители Татарстана до 1 декабря текущего года должны выплатить три вида налогов – транспортный, земельный и имущественный. На сегодняшний день, за 2020 год, все налоговые удомления нашим налогоплательщикам разосланы. Сегодня их 2 миллиона 157 тысяч человек. И общая сумма начислений, как вы видите на слайде, составляет 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Это рост по сравнению с предыдущим периодом на 350 миллионов рублей. На рост объема налоговых платежей, которые собираются на территории Татарстана с физических лиц, влияют два основных фактора. Во-первых, действительно увеличивается количество объектов налогообложения, увеличивается количество автомобилей, находящихся в собственности физических лиц, увеличивается количество квартир, домов, земельных участков, находящихся в собственности физических лиц. Естественно, растет и налоговая база, и налоговые поступления. Немаловажен и второй фактор – продолжающийся переход от налогообложения недвижимости по инвентаризационной стоимости к обложению по кадастровой стоимости. Каждый год постепенно размер налогового платежа, взимаемого с собственников недвижимости, увеличивается, постепенно приближаясь к тому платежу, который должен быть в соответствии с кадастровой стоимостью того или иного объекта. В начале октября налоговые уведомления в электронном виде получили 680 тысяч татарстанцев, которые являются пользователями личного кабинета налогоплательщика. Остальные жители республики получили уведомления по почте. Я прошу наших уважаемых граждан, если они не получили налоговое уведомление по имущественным налогам, обратиться в любой налоговый орган, если у него есть имущество и он не получил, обратиться в налоговый орган о том, что имущество оно есть и по тем или иным причинам он налоговое уведомление не получил. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу татарстанцев просит уплатить налоги дистанционно. Сделать это можно через мобильное приложение или через личный кабинет налогоплательщика.